Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Коркмазов и Светлана Шаганова. Куда надо обратиться, если не хватает денег на съем жилья? Где провериться на антитела к коронавирусу? И может ли женщина стать мэром Черкеска? Начинаем, поехали! Но вначале мы узнаем полезную весть от нашего информационного партнера. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, диван-деки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. В Карачаво-Черкесии сейчас формирует список семей, которые не могут оплатить за съем жилья. Деньги на это благое дело выделил тайный спонсор. Об этом поговорим через чуточку. А сейчас о других героях нашего времени. Мы получили видео из лаборатории санэпидемстанции, где биоматериалы жителей Карачаво-Черкесии проверяют на коронавирус. Специалисты практически живут на работе, чтобы наши земляки побыстрее получили результаты анализов. Главный врач санэпидемстанции Карачаво-Черкесии Хусей Бачаев сообщил телеканалу «Россия-1», что ежедневно в лаборатории исследуют почти 800 биоматериалов. И сегодня мы хотим назвать имена лаборантов-героев. Спасибо вам за самоотверженную работу. Низкий вам поклон. Самоизоляция сейчас самый эффективный способ, чтобы коронавирус не вспыхал пожаром. Если вам кажется, что вы могли переболеть коронавирусом в легкой форме, то можно сдать анализы на антитела к коронавирусу. Такие анализы в Карачаво-Черкесии делают в лаборатории Хеликс всего за один день и за тысячу рублей. А сейчас поговорим о выборах мэра Черкеска. Столичный городоначальник Руслан Тамбиев пошел на повышение в правительство республики. Теперь специальная комиссия принимает заявления от добропорядочных граждан не старше 65 лет, желающих возглавить мэрию. На улицах Черкеска мы пообщались с горожанами и собрали очень интересные мнения. Если бы вы были мэром Черкеска, что в первую очередь сделали бы? Ой, не снимайте, пожалуйста, я не знаю. Вы стеснительный мэр? Да. Ну серьезно, что вы сделали бы в первую очередь? Может быть для детей, для себя, для общества? Для детей, наверное, в первую очередь. А что именно? Не знаю. В городе? В городе, да. Больница обеспечиваю. А еще что бы сделали бы? Такого необычного? Необычного. В городе все в порядке. Вы слышали, что выборы мэра Черкеска будут? Выборы слышали. А вот если бы вам предложили бы стать мэром, что в первую очередь сделали бы? Мэром. Ну, во-первых, поставил бы, скорее всего, мусорки, которых нет у нас. Можно на пальцах пересчитать, которые стоят у нас. То есть, урны для меня? Конечно, конечно. Вот элементарно идешь, мусор некуда выбросить. В руках держишься до ближайшего уровня. А еще что было? В плане строительства чего-то, да? Мало ли, да. Или помощи кому-то, я не знаю. Мало ли у вас какая мечта есть? Если в плане строительства брать, то, конечно, нужно было, наверное, облагородить тут вот эти две остановки, которые, они в очень плачевном состоянии. Так сразу ничего в голову не приходит, как вам сказать. Ну, помощь людям, то, что вот ко мне в голову приходит, если бы я был бы мэром, я бы делал бы помощь людям. А какую помощь делали бы? Ну, например, у нас есть фонды, да, например, такой, как «Территория милосердия», да? Они, у них специальные люди есть. Они ходят, анкетизируют это все, собирают данные о людях, которые в условиях, например, пандемии, и до пандемии они все это делали, они продукты, продуктовые корзины берут и сами развозят, помогают. Да, мы показываем это. Вот почему на уровне государства, например, такой темы нет. Не слышал. Спасибо вам большое. А вот если бы вам сказали бы стать мэром Черкеска хотя бы вот на один день, и от ваших решений зависело бы судьба, что вы в первую очередь сделали бы? Это было бы вообще сейчас неожиданно. Я думал бы просто себя спросить. Ну, может быть, велодорожки построили по городу? Ну, было бы неплохо, да, почему бы нет. А еще что бы сделали? Себя был бы мэром? Да. Я не знаю, вообще не думал бы это. Не затумывался. А вот если бы вы мэром были, что бы вы сделали в первую очередь? Чтобы жизнь наладилась, чтобы ушел этот навсегда вирус, и чтобы каждый человек почувствовал себя счастливым. А что для этого надо сделать, чтобы счастливым почувствовать себя? От мэра что может зависеть? Да что один человек может от него? Он может только делать, стараться. Но для этого нужно, чтобы все люди старались. Спасибо большое. Спасибо. Горожане от предложения представить себя мэром Черкеска даже терялись, потому что они даже об этом и подумать не могли. А вот если бы мэром Черкеска была бы Светлана Шаганова, вот я за это за, и красивая, умная. Вот скажи, пожалуйста, если бы ты была мэром Черкеска, что бы ты в первую очередь сделала бы? Ну, для начала хочу сказать, что быть мэром Черкеска – это очень ответственная работа. А ты что, безответственная? Ты очень ответственная. Я ответственная, да, но я хочу заниматься тем, чем я занимаюсь в данное время. А вообще я бы хотела, чтобы в нашем красивом городе, благоустроенном уже, появился зимний каток. И чтобы в Карачаево-Черкесии тоже были олимпийские чемпионы по фигурному катанию. Загитовы и остальные. Да, я думаю, у нас очень много талантливых детей, которые занимаются спортом. А еще что бы ты сделала бы? Потому что сейчас многие скажут, что кроме катка больше проблем у нас нет. Да, вот я хочу спросить, Руслан, вот если бы ты стал мэром Черкеска, вот что бы ты сделал в первую очередь? А вот, знаешь, переадресация вопроса, с твоей стороны, очень провокационная. Ну, я отвечу. В первую очередь, что бы я сделал бы, я бы убрал бы вообще рекламные щиты, которые у нас город превратили в цыганщину. Нет, а как без рекламы? В Казани же нету. В Москве Собянин убрал, в Санкт-Петербурге убрали. Давайте равняться не на какой-нибудь, не буду обижать, какой-нибудь город, даже трудно себе представить. А будем равняться на Казань, Москву и Санкт-Петербург. Убрал бы самопальные балконы, вот вообще напрочь, чтобы, знаете, многие дома, похожие на как будто оспой заболели или еще какой-то болезнью. И, естественно, ввел бы большие штрафы собачникам, которые выгуливают своих собак, и просто не убирают за собой. Они даже не считают, что это обязательно надо делать. Хорошие моменты. Мы встретились с руководителем Республиканского отделения Общероссийского народного фронта Людмилой Капушевой. Накануне прошла неофициальная информация, что Людмила собирается стать мэром Черкеска. А почему бы и нет? Красивая. Умная. Умная, деятельная, заботится обо всех. Все бабушки, дедушки ее знают, и она могла бы стать мэром. А почему бы и нет? Ну вот, чтобы задать ей этот вопрос прямо в лоб, мы пригласили ее прямо к мэрии Черкеска и расспросили. На самом деле, общественная деятельность меня привлекает намного больше, чем вот такая вот политическая, тем более чиновничья. У вас нет таких амбиций? На сегодняшний день, слава богу, нет. Вообще, женщина может стать мэром Черкеска? Вообще, общество готово к этому? Я думаю, что да. На сегодняшний день мэром любого города может стать женщина. И вот эти сказки, что на Кавказе женщины в каком-то загоне, знаете, ну вот есть такое, да, предвзятое мнение. На самом деле, это, ну, мягко говоря, преувеличение. У нас женщины вполне равноправны, на мой взгляд. И не только в политических и в гражданских правах, а где-то они еще и впереди, знаете. Людмила, еще такой вопрос, прежде чем прийти к нашей основной теме. Вот если бы вы стали бы мэром, вот на 5 минут помечтали. Первое, что бы вы сделали? Вот какая мечта у вас рядового горожанина, чтобы изменилась в нашем городе? Это бы, наверное, касалось все-таки чистоты и экологии в городе. А что именно? Решение вопроса по вывозу мусора организованному и по тому, чтобы зеленый пояс города был и не только сохранен, но и восстановлен. Конечно же, выборы мэра Черкесской – это не тот главный повод, по которому встретились с Людмилой Капушевой. Она нам рассказала о том, как идет второй этап составления списка нуждающихся в помощи в оплате за съем жилья. У нас получился очень полезный разговор. Помогли 135 семьям на общую сумму и сумма сбора такая же и была – 1,6 млн с лишним рублей. Основными благотворителями являлись наши давние спонсоры. На сегодняшний день мы открыли второй этап данного сбора. Это чтобы за второй месяц заплатить? Нет, это мы новые заявки собираем. Это не для того, чтобы за второй месяц заплатить. Но так как многим мы не смогли помочь, и это действительно волну востребованности показало все, но один прекрасный человек выделил 1 млн рублей. То есть мы не открываем сбор, мы просто собираем заявки на вот этот вот 1 млн рублей. Вот вы за один месяц заплатили за съем квартиры. В основном это, видимо, в Черкесске. А дальше как они собираются жить? Ведь коронавирус не сегодня, так завтра закончится. Какая основная причина того, что люди оказались в такой ситуации? Ведь в больших городах, наоборот, на рынке недвижимости складывается ситуация, когда все наемные работники, которые в торговых центрах работали, они уехали к себе в аулы, в городовесик, родителями и так далее. И даже цена на недвижимость, на снятие недвижимости падает. А в Черкесске, извините меня, сейчас квартиру невозможно найти. То есть никто не уехал, потому что и вы помогаете. Есть ли случаи злоупотребления? Наша команда столкнулась с разными интересными и неожиданными тоже заявками. И не всем, естественно, подряд мы помогаем. Более того, разработана анкета. Кому не помогаете? Тем, кто не нуждается. Есть люди, которые при очной встрече, а мы же приходим, анкетируем. Понимаете, это же все не просто так. Некоторые люди считают, что это просто он позвонил, и ему раз, и деньги пришли на счет. А в анкете какие вопросы, стесняюсь спросить? Мы смотрим на нуждаемость, на то, почему эта семья попала в такую ситуацию. То, о чем вы говорите. Зачастую, в большей степени, конечно, помогаем тем людям, которые работали, желают продолжать эту работу. Но сейчас из-за именно коронавируса, из-за самоизоляции, они потеряли возможность зарабатывать. И у них нет другого жилья, допустим, в селе, как вы говорите. Даже со свекровью. Где бы они могли найти приют на этот период времени, чтобы не оплачивать квартиру. Потом съехать с квартиры на месяц, тем более мы сначала думали, что коронавирус – это две недели, самоизоляция, и дальше все будет хорошо, как прежде. Съехать с квартиры со съемной на один месяц и потом вернуться в нее – это тоже очень сложная история. Поэтому, что касается именно семей, которые обращаются за помощью, да, конечно, несколько у нас было таких, мягко говоря, сомнительных товарищей. Ну, каких сомнительных? Ну, приведите пример. Может быть, к вам вышли с айфоном 11 Pro. Может быть, это было элитное какое-то жилье, бизнес-класс. Они говорят, помогите мне его продолжать снимать. Вот какие сомнительные личности? Почему это важно знать сейчас, чтобы потом, может быть, они постеснялись бы к вам обращаться? Анкета состоит из 40, более чем 40 вопросов. Не все их мы задаем даже в лоб. Более того, проверка проводится не только в ходе анкетирования, но мы оставляем за собой право проверить документы, задать неудобные вопросы. Какие? Вот задайте мне. Вот я прихожу к вам и говорю, помогите мне снять квартиру. Какой бы неудобный вопрос вы мне задали? Спрашиваю, почему вы не проживаете, допустим, вот со свекровью? Есть ли у мужа дом в селе, да, где родители проживают? А у меня на сельскую жизнь аллергия, так сказать. Мне вот тут в городе комфортнее. И на этом все? На этом все, на этом дальше можно и не продолжать. Анкетирование мы закончим, но помощи вы, скорее всего, не получите. Были такие случаи, когда действительно люди звонят с разных телефонов. Все они телефоны такие шикарные, знаете, вот эти вот модные номера, которые стоят там, я не знаю. По 150-200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей, да, и при этом им нужно 10 тысяч заплатить за квартиру. Квартира там в шикарном доме, где-то в центре города, даже не Черкеска, ну, неважно. При этом молодые люди, такие здоровые, вполне себе полноценные люди, где-то около 30. Если даже торговый центр закрыт, где они могли бы менеджерами работать, то курьерами в пиццахат могли бы поработать. Подождите, они никогда в жизни не работали. Мы же задаем эти вопросы. Они никогда в жизни не работали, я вам больше скажу, они не собираются трудоустраиваться. Они вдвоем смотрят за четырьмя детьми и вот очень требуют это их постоянного, понимаете. А четыре ребенка это тоже большая работа? Это очень большая работа, да. Но трудоустраиваться куда? В цех? Да нет, ну что вы, я не могу. Ну хорошо, а муж ваш почему не работает? Нет, нет, он же смотрит за детьми. Ну, мы никого не осуждаем. Каждый выбирает свою жизнь по-своему, да. Но мы тоже имеем право выбрать и оставляем за собой это право не только принять вашу заявку, но и отказать вам в таком случае. А сейчас мы выполняем просьбу наших юных зрителей Ахмада и Аиды Кочкаровых. Они поздравляют с днем рождения свою бабушку Татьяну Коркмазову и желают всего самого хорошего. Между прочим, именинница Татьяна Николаевна – мама нашего Руслана Коркмазова. Таким мы сделали это полезное утро. Приятной вам субботы. До встречи. Пока-пока.